Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Noob Slayer Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Значит, смотрите, первым делом, если у вас нету чита на эмулятор андроида, то переходите во вкладку Exploits и скачиваете вот этот чит, который первый по счету сейчас. А это нужно скачивать именно через эмулятор, то есть через браузер у вас не получится скачать. Точнее, получится скачать, но он у вас работать не будет. То есть это нужно именно устанавливать, скачивать через эмулятор андроида. Вот, я сейчас открыл. Также в браузер здесь заходите, я думаю, вы знаете, как это сделать, и устанавливаете. Дальше, после того, как у вас есть какой-то чит, в поиске пишем нужный нам режим, то есть Noob Slayer Simulator, нажимаем поиск, и вот появляется скрипт. Чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Также давайте пока что параллельно зайдем в игру, пусть заходит. Дальше, еще раз нажимаем скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в эмулятор андроида, ждем пока у нас загрузится роблокс. Как обычно, это занимает 2 года и 100 лет. Так, вот, как видите, начинает загружаться чит. Отлично. Ждем пока загрузится. Так, игра вроде бы более-менее загрузилась, и чит тоже все появился. Все четко. Так, ждем пока он до конца прогрузится, когда здесь хоть что-то появится. Все отлично появилось. Дальше, нажимаем вот на эту стрелочку в чите, и нажимаем кнопочку Execute Clipboard. Дальше мы сворачиваем чит на последнюю кнопку, и вот появляется скрипт. Отлично. Функций, в принципе, довольно много здесь. Так, почему он не двигается? Все двигается. Еле как. Конечно, очень неудобно, но ладно. Так, погнали. Первая функция это Power Farm. Включаем и смотрим, что происходит. Так, как видите, пока ничего не происходит. Значит, нам нужно включить вторую функцию. Это Mops Farm. То есть, мы включили эти две функции, и они начинают работать. То есть, если вы какую-то функцию, скорее всего, отдельно включите, она работать, наверное, не будет, да? А, нет, работает, странно. Тогда за что отвечает функция Power Farm? Вот это непонятно. За силу, скорее всего. За автоклики, наверное. А, да! Тьфу-то, блин, она работает, только сейчас понял. Короче, смотрите. Как видите, мне сейчас сила прибавляется. То есть, эта функция отвечает за прокачку силы. Вторая функция отвечает за то, чтобы мы убивали этих мобов, которые стоят на карте. Отлично. Дальше функция Collect Coins. Это тоже можно все объединить. То есть, эти все три функции использовать вместе. И тогда, в принципе, вы довольно быстро начнете прокачиваться. То есть, как вы только убиваете моба, с него падают монеты, вы их сразу собираете. Так, давайте эти функции выключим. Дальше функция AutoHedge. Понять бы мне, где здесь находятся яйца. Тут телепорта вроде никакого нету. Вот все, я нашел яйца. Отлично. Так, бежим до них. Мне как раз хватает. Сейчас проверим. Значит, подходим к этому яйцу. За 75 монет. Включаем AutoHedge. И смотрим, что происходит. Так, по идее, сейчас должно начаться автооткрытие. Но почему-то анимации никакой нет. Так, поэты мне выпали, нет? Да, поэты выпали. То есть, как видите, автооткрытие тоже работает. Отлично. Конечно, анимация не проигрывается. Но самое главное, то, что поэты падают. Это хорошо. Так, сейчас, по-моему, редкий выпал. Да, один редкий выпал. Отлично. Следующая функция это UQBest. В принципе, не особо нужная функция. Можете эту кнопочку нажать вот здесь в самой игре. Следующая функция это After Rebirth. Мне вроде бы на него не хватает, скорее всего. Да, не хватает. Я долго копить буду. Но, в принципе, она 100% работает. В этом я уверен. И последняя функция у нас осталась. Это TP to NPC. То есть, мы можем сразу пахнуться на NPC. Это получается, как я понял, квестовый персонаж, скорее всего. Ну-ка. Да. То есть, мы у него берем квест. И начинаем убивать вот этих мобов, которые есть на карте. И таким образом довольно быстро прокачиваться. В принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой крутой сегодня скрипт я для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи. И пока.